Александра Лисина. Артур Рейш. История седьмая. Часть вторая. Потерянный Бог. Пролог. Когда я вернулся в управление, в кабинете Корна остался лишь сам Корн и неопрятный ворох бумаг, который шеф пытался привести в некое подобие порядка. Стоило мне вынырнуть из тьмы, как маг по привычке создал атакующее заклинание, но почти сразу опустил руку и мрачно воззрился на меня из-за стола. — Рейш, тебе знакомо слово «нельзя», — осведомилось начальство, буравя меня тяжелым взглядом. — Я ведь сто раз говорил, что не одобряю использование магии в управлении. — Или ты ждешь, когда у меня закончится терпение? Я на всякий случай оглядел округу через линзы, но Хок не нашлась ни в коридоре, ни в соседнем кабинете, ни на первом этаже, куда я заглянул сквозь дыру в полу. — Ничего не жду, — отозвался я, убедившись, что Лора и впрямь исчезла. — Вы мою новую напарницу случайно не видели? — Ушла твоя напарница, — неприязненно буркнул шеф. — Куда? Зачем? И когда, если не секрет? — Домой. Еще полторы свечи назад, потому что у нее истощился накопительный амулет. — Ах, вот в чем дело. Похоже, я слегка не рассчитал время, и Хок, сообразив, что только в одном месте ей помогут восстановить резервы, отправилась в мой особняк. — Удивительно, но в последнее время она проявляла просто чудеса благоразумности. Наверное, именно поэтому ее аура сумела восстановиться аж на две трети. — Нашел, что искал, — неожиданно поинтересовался Корн, когда я решил, что больше не буду ему надоедать. Я на мгновение задумался. — Да, хотя к последним убийствам это не имеет отношения. — Какого ж тогда фола ты бросил, Хок? — не слишком ласково осведомился шеф. — У нас, если помнишь, дело и два новых трупа, которые следует ожидать буквально через несколько свечей. Может, ты считаешь, что твои отлучки важнее, чем то, чем занимается управление? Или полагаешь, что можешь необоснованно рисковать жизнью коллеги? Я внимательно на него посмотрел. — Корн, вы ведь не дурак. Понятно, что особого выбора нет ни у вас, ни у меня, ни у Хок. Но вы же не думали, что ограничивать мобильность одного темного мага, навязывая ему неподходящего напарника, — это хорошая идея? Под моим пристальным взглядом шеф все-таки отвел глаза, но сделал вид, что не понял прозрачного намека и не догадался, что ущербность Хок ставила под угрозу, в первую очередь, мою безопасность и мою жизнь. Особенно на темной стороне. Разумеется, снабдить сотрудницу соответствующим амулетом-накопителем шеф мог бы и сам. Для этого стоило лишь взять у меня слепок ауры и слегка поднапрячь целителей. Однако он захотел пойти другим путем и получить интересующую его информацию от человека, которому полностью доверял. Вот только соглядотай и с Хок получился так себе. Да и неужели Корн всерьез надеялся, что я не найду выход из ситуации? «Проваливай», — буркнул шеф после воцарившейся неловкой паузы. За напарницу отвечаешь головой, но чтоб вечером оба были здесь. И упаси тебя, Фолл, ввязаться в какую-нибудь авантюру без моего ведома.